так народ подключается или не подключается фейсбук пишет вы в эфире мы собираем для вас аудиторию так счетчик что-то не включается может быть из-за того что интернет слова вот пошел вот пошел пошел дайте знать ребят как там со звуком нормально все движим некоторые начинают делать перепосты до доброй ночи доброй ночи всем кто не спит вижу подключается народ со всей страны ладно послушайте я там пожилой человек не сплю в это время вот чего вы не спите это уже интересно так значит так все порядке пишут так ради-ка дели в бельцах не спит даже это это уже совсем интересно полдвенадцатого так вижу слышно в сша слыша в европе в архе онлайн кишинова онлайн бельцы онлайн значит 23 возможно встречу позже ребят 23 число в москве это получается последнее воскресенье перед выборами и поэтому чтобы всех увидеть и услышать то есть максимально будем транслировать в интернете значит я очень надеюсь на на вашу поддержку на то что вы будете делать репосты информировать родственников вставить айпэды ноутбуки айфоны самсунги там у дедушек и бабушек на кухне потому что я уверен что будет очень большая аудитория сотни тысяч людей особенно после того что произошло сегодня я уверен что прорыв нас ждет очень серьезно и объясню вам сейчас почему давайте по порядку я сейчас посмотрел программу потеря патрику георгий гонца посмотрел эту передачу значит в рамках этой программы андрея анастаса заявил о том что он снимается с гонки в поддержку майя санду и могу вам сказать что из-за этого решается следующая проблема значит то что это немного прибавит майя санду факт но я понимаю другое особенно особенно на севере молдовы я знаю что у нас не было никогда конфликтов ну от наших активистов от наших представителей я знаю что не было никогда конфликтов с представителями платформы в районах и большинство людей говорило о том что если снимется Андрея анастаса с гонки то они пойдут с нами и при том рейтинге что анастас там в опросе последний момент там порядка тринадцати процентов на выходе из урна это семнадцать вот пополам вот считаете что восемь с половиной девять процентов значит Андрея анастаса своим сегодняшнее решение фактически прибавил Диме Чубашенко и у нас получается очень интересная картина лупу со всеми накрутками накрутками плохишовскими значит будет ну вырастет например еще на процент ну на два ну на воруют я имею ввиду но вы понимаете что когда у Чубашенко там на выходе из урна а по крайней мере где-то неделю назад хотя за неделю была проделана колоссальная работа спасибо вам за это считайте что на выходе из урна 9 Чубашенко и те восемь с половиной девять которые от анастаса то получается очень интересная минералка то есть сегодня фактически Чубашенко однозначно обошел лупу и немного отстает от Майя Санду и я уверен что это будет очень легко наверстать значит поэтому то что кто-то там считает в Вашингтонском обкоме что вот если снимется анастаса то все пойдут за Майя Санду значит это неправильная математика значит это та самая ситуация когда 1 плюс 1 будет не 2 так как должно быть да математически в данном случае на стас плюс Майя Санду это будет то есть 1 плюс 1 это у них будет 1,4 то есть 1,4 2 точно не 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 получится значит тут пишут что длинному крутят рейтинг ребят как бы его уже не крутили как бы уже его там не мыли в стиральной машинке не делали ему укладку в Нобеле то есть Мариан Ильич уже сидит дома и фактически благодаря анастасе как минимум от 1 кандидата плохиша мы сегодня избавились потому что лупу точно не попадет во второй тур ну а дальше будет очень интересно по крайней мере за эти 2 недели кампании можно развернуть ситуацию и ну результат просто может быть ошеломлящий по итогам первого тур мне жаль что Настаса снялся с гонки честно вам скажу потому что я много раз говорил о том что плохотнюк боится двух людей в Молдавии это Настаса и меня и фактически Настаса сегодня снявшись с выборов да он сдержал слово там то что как они договаривались по опросам хотя у меня очень много вопросов к этим вопросам потому что да мы не пошли на то чтобы платить там 20-30 тысяч долларов для того чтобы нам что-то рисовали но однозначно мы знаем что наши цифры занизили и плохотнюк сделал все для того чтобы Настаса не было во втором туре потому что во втором туре Настаса это серьезная проблема для плохотнюка и в принципе была бы его гибель политическая вот но имеем то что мы имеем Настаса был нашим партнером по многим акциям протеста когда мы протестовали вместе с ним и некоторые протесты с партией социалистов значит ну имеем то что имеем поэтому ситуация еще раз вам говорю вот при том раскладе как шли отдельно Настаса Настаса четко забирал все свое а сегодня то что было Настаса поделилось пополам между нашими и Майя и Санду брался факт он апел который тот с санаторий партия политика платформа Демнитач и Адивара что есть У нас есть ответственность. У них были больше спекуляций. Может быть, еще больше. Но у нас есть ответственность. Человек говорит, что Чубашенко не так дает бонзил, не так калкает с дракта или с стынга. Дмитрий Чубашенко должен быть президентом, который удерживает парламент. И мы, вместе с теми републики Молдова, то, что усатый Ренат – электоральный символ, и то, что на канале в Ютубе, там со значком Ренат Усат, я так понимаю, речь идет о моем канале в Ютубе, появились видео, где Чубашенко с Еленой Грецкой, еще с кем-то на храме в каких-то селах давали по 100 тысяч лет. Хочу сказать, что это не новость для наших примаров и для наших активистов. И вообще хочу, чтобы вы знали, что помимо концертов, праздничных мероприятий, было принято решение на все храмы, то есть в городах выделяется 200 тысяч лей примарей, кто-то выбирает на это деньги брусчатку, кто-то какую-то единицу техники. А во всех селах, где наши примары, мы выдавали такие мини-гранты по 100 тысяч лей. Кто-то ремонтирует Дом культуры, кто-то покупает трактор, чтобы иметь чем вспахивать поля зимой. И фонд Рената Усат в это делал всегда. Когда парламентские 2014 года, помню, как Плохотнюк со своим Эдельвейсом миллионы раздавал направо-налево, значит, они молчали. А тут фонд, видите ли, в сентябре, когда собирались подписи, где-то выделил, там, подкупали избирателям. Мы никогда этого не делали, вы это знаете. Гречки и так далее, это точно не к нам. Лучше бы сыр бы написал другой Овцык, как патриотический, настроенный член или членик Демпартии. Например, как привозят заключенные паспортные столы по всей стране и всем срочно делают паспорта, без наручников привозят и так далее. То есть, сегодня я получил эту информацию с нескольких паспортных столов. То есть, это их не беспокоит. Поэтому, если плохие затеи снять нас опять с выборов для того, чтобы рассисить дорогу в залупу или кому-то кроме залупу, значит, это будет его фатальная ошибка. И сегодня, значит, огромное количество спекуляций, то давление, которое оказывается на нас. Не закончилась история с Николаем, то, что опубликовал Николай Цепович. Сейчас у нас уже новая ситуация. Пришла информация от патриотически настроенных офицеров Приднестровья Стирасполя о том, что там уже подготовили каких-то двух киллеров для того, чтобы ликвидировать Николая Григоришина, это муниципального советника от нашей партии в Бельсах. Потому что, тем самым, кто-то там в Кишиневе решил подкосить усатого. Делают через Приднестровье для того, чтобы, ну, понятно, списать на какие-то разборки. У меня вопрос. Вы что, вообще сдурели там в офисе Плохотнюка? Или вы нюхаете по ночам? Я просто думал и раньше говорил о том, что я допускаю, что там кто-то может там что-то посасывает как бы не ту конфету. Но тут уже, по-моему, они и посасывают, и нюхают одновременно. Потому что я знаю, с каких источников пришла эта информация. И когда говорят о том, что член одной группировки на территории Тирасполя готовит двух солдат для того, что, как они выразились, отработать Григоришина в Бельсах, ну, просто вообще больные люди. Я понимаю, что Плохотнюк, не догадываясь, вот весь тот фонд, который он готов в последние месяцы, усатый Солнцевская мафия, усатый Кармалак и так далее. Значит, чтобы если что-то произойдет непосредственно со мной или с близкими мне людьми, значит, потом сказать, ну, это были вот разборки Солнцевской мафии, там, с какой-то Приднестровской и так далее. Плохотнюк, ничего не получится. Все, что везде нужно было расписать, расписано. Эту компанию, что Плохотнюк пытается отыграться сегодня, там, арестовал Пыльничу для того, чтобы как-то начинать влиять на Кармалака в Москве, которого я вчера об этом говорил, и, поверьте, ребята, я все это знаю и видел, не буду сейчас повторяться, но когда Плохотнюк вымаливал встречи с Кармалаком через его дел Зубко прокурором, а решал также некоторые другие вопросы, об этом отдельно поговорим. И вообще надо убедить Кармалака выйти в лайв в Фейсбуке, надо попросить Гришу, пусть зарегистрируется в Фейсбуке, я думаю, он вам очень много интересного расскажет и, самое главное, покажет, потому что, насколько я знаю, сейчас вся информация собирается по всем приездам Плохотнюка в Москву. То, что Плохотнюк пытается американцев там держать в тонусе и рассказывать им про борьбу с русскими танками, ну, это все окей. Хотя не так давно Плохиш у нас опять пытался стать пророссийским. Какое-то количество недель назад, не так давно, на юбилей президента Киргизия Атымбаева, прилетел там, не регистрируясь, кстати, в аэропорту Бишкека, прилетел для того, чтобы понимать, что там находится президент Российской Федерации, многие другие уважаемые политики из разных стран. И Плохотнюк у нас туда вылетел для того, чтобы стать в очередной раз пророссийским. Плохиш, тебе не верят в России, и самое главное, что ему не верят и в Америке. Просто сегодня он удобный инструмент для Вашингтонского обкома для того, чтобы держать ситуацию, как они думают. Но из-за Плохотнюка Запад потеряет Молдавию, причем потеряет ее навсегда. Потому что когда люди, я говорю про тех, которые видят будущее Молдовы только в Европе, когда они видят во главе этого проевропейского светлого пути таких негодяев, как Плохотнюк, но сами посудите, они делают из проевропейских граждан Молдов, делают из самыми пророссийскими. Хотя я очень надеюсь на то, что будет в России количество промолдавских граждан вне зависимости от национальности, потому что это правильно. Да, я всегда выступал за хорошее отношение с нашими соседями. Но также я им говорил всегда о том, что, ребята, будете лезть во внутренние дела Молдавии. Я помню, как вспыхнула ситуация, когда там начали, что вот Усатый решил построить великую копию Великой Китайской Стены на границе с Румынией для того, чтобы отгородить нас от них. Значит, скандал был и в румынской прессе, и так далее. Я за нормальные отношения и с украинцами. Но когда есть Плохотнюк-2 по фамилии Порошенко в Киеве, которые вместе с Плохотнюком там сидели, придумали комбинации, как посадить самолеты Молдовы, я очень благодарю настоящих офицеров СБУ Украины, которые раскрыли мне все эти коварные планы. Порошенко, Плохотнюка. Два деятеля. Плохотнюк с Порошенко перепутали суверенитет и уважение к народу и к украинскому народу, и к молдавскому народу. С их совместным бизнесом в магазине «Детский мир». Вы понимаете, то есть сегодня они все спекулируют и делают все для того, чтобы разбить молдавское общество. Что мы видим у наших соседей в Украине? О чем мы говорим, ребят? О чем мы говорим? Тот бардак-хаус, понимаете? А у Пети миллиарды, у Петра Порошенко там же, где сотни миллионов долларов Плохотнюка под контролем тех же американских спецслужб. Понятная история. Важно другое. Ребят, у Молдавии не будет будущего. Да и ни в одной стране не будет будущего, если мы не объединились. Мы должны жить дружно со всеми. Да, я проделал огромную работу и с 2004 года переехал в Москву, значит, чего-то достиг, с кем-то знаком. Весь ресурс, который у меня сегодня есть, я его использую для блага граждан Молдовы. Это подписание соглашения по братинству с городом Нижний Новгород, с Пушкинским районом Санкт-Петербурга. Это постоянное посещение мероприятий под эгидой мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина. Понимаете, то есть я не обсуждаю с ними политику. Я обсуждаю, как можно было бы помочь. Возьмите ребят учиться. Вот сейчас уже подошли к тому, все-таки, касаемо медицинского туризма Санкт-Петербургом, что приезжали их врачи там оперировать нашу клинику. Наши врачи могли ездить туда на повышение квалификации. Вот это нормальная ситуация, понимаете? Нет. Они же пытаются просто всех разбить на части, сделать идиотами всю страну и позорят нас на весь земной шар, понимаете? Придумывать сказки и так далее. Я не буду как другие. Я вот сейчас наблюдаю там за позицией партии социалистов, где Игорь Николаевич уже как бы он уже промолдавский. То есть вообще смотрю очень много того, что было у нас, как бы за нами повторяет Игорь. Если это хорошие вещи, пусть повторяют. Но что-то тоже надо как-то определяться. То только Россия, только таможенный союз. Сейчас уже, ну да, с Россией ближе и так далее. Ну такие, да всем понятно, что с Россией надо быть ближе. И с Россией пытаться быть ближе даже вся эта пехота Плохотнюка сегодняшняя. Они пытаются быть ближе с Россией. Они сегодня просят, как решить проблемы мигрантов, как вернуться на российские рынки и так далее, понимаете? Даже дядя Миша Гимпу, поверьте мне, четко понимает, что без российского рынка сегодня невозможно. И нужно дружить. Всегда нужно учиться хорошим вещам. И не важно это, Москва, Германия или тот же Вашингтон. Но то, что решили из нас сделать колонию, они сделали из нас стадо баранов, когда не спросив граждан, не спросив их мнения, подписали, ратифицировали соглашение с ЕС, понимаете? Никого они спросили. А вот как референдум проводить? Не-не, никакой референдум и так далее. Приезжает один из первых чиновников Евросоюза в Молдавии. Забыли выключить микрофон, вы видели, наверное, да? И он Филиппу говорит, не-не, досрочные выборы ни в коем случае допускать нельзя. То есть поддерживать бандитский режим Плохотнюка, это стадо жуликов и воров. Значит, это нормальная ситуация. А то, что граждане более 80% ненавидят плохиша и всю эту шобу, значит, это не считается, понимаете? Вот и вся ситуация той, чем они занимаются. Реально, понимаете? Он всех загоняет. Он всех загоняет. Давно перешел черту. Ну, сегодня у него есть огромное количество врагов. И я не верю в хороший исход для Плохотнюка. Он не сможет скрываться ни в одной стране мира. Значит, ЦОПы его будут ловить в Германии, в Евросоюзе, если там спрячься. Касаемо территории Российской Федерации, у него уже есть персональный силовик в лице Кармалака. Значит, я спать не буду, тоже где-то буду, Владика буду ловить. Я когда говорил про создание МОСАДА, для того, чтобы полицейские не отвлекались, я думаю, что Кармалак будет именно тот, который будет отвечать за поимку Плохотнюка. Если он думает, что он там через невест купил недвижимость в Соединенных Штатах Америки, имеет какие-то дома спрятанные и так далее. Сегодня опубликовать ту же недвижимость Плохотнюка в Америке и в других странах, ну просто нет смысла. Во-первых, я категорически против, потому что там, особенно там, где живут семьи политиков, это неправильно туда лезть. Но семья живет в одном доме, а все остальные норы, они известны. Может быть, есть те, которые неизвестны, но они станут известными. Я уверен очень быстро. Вот он и получит начальника 6-го отдела Кармалака, и я думаю, что он его точно найдет, понимаете. Только за то вранье, что он устроился, понимаете. В моем понимании все должны быть равны перед законом и должны отвечать. Не важно, это бизнесмен, политик, банкир и так далее. Но когда сегодня масса Шоблы, которая была за рубежом, вернулась в Молдавию под крышей Плохотнюка, что-то химичит, а он у нас с мафией борется, да вам не ферешьте. Ну просто смешно, понимаете. Майя Санду тоже, значит, тоже сегодня вопросы к ней. Взяла бы, выпустила Анастасия вперед, говорю как есть, понимаете. Выпустила бы Анастасия вперед, ситуация могла бы упроститься. А так, получается, вся надежда сегодня все-таки на нас. Да, мы не платим деньги, вы знаете, мы не платим, как другие партии, людям деньги за то, что ходят, раздают агитационные материалы. Да, может быть, людей работает меньше, но они работают от всей души, понимаете. Потому что мы как-то объединялись вокруг того и делали так, как подсказывает нам наше сердце, понимаете. И тогда это партия, понимаете, а не СРЛ то, что не устроили, понимаете. Понакупал депутатов, одних запугал, третьих там загрузил и так далее. Шор этот сидит там, воняет тоже периодически, понимаете. Ну а что ему еще делать, понимаете. Как объяснить то, что я сказал, что два киллера с Приднестровья должны отработать Григоришина в Бельцах. Они вообще нормальные люди. Они просто-просто больные животные, понимаете. Но я не могу по-другому. Некоторые меня осуждают. Вот усатый, значит, усатый позволяет себе нецензурно выражаться. Ребят, когда избавим страну от режима, значит, обещаю вам быть самым вежливым человеком на земле, понимаете. У нас все-таки, я буду говорить в лимбе дистатью. В лимбе дистатью. У нас все-таки обещаю. Мама моя, с чей моя пропица, с чей моя фереческа, я-то Рината Девенит Ашаку, мафост, туа-то вяца. Дарешт я, ну, что он вас спун, сфи, брау сфину синчеркуе. Пурсим, ну, а чеш криминальшин девиза, Алдей Плахотнюк, ку телевизиуне лезть а лор порно, и поцесквата динсорите горчевом. Водатсама, кан мама, ма телефоня, зашим спун, не чей чаратым публика, шалки телевизиуне, Алдей Плахотнюк. Канцелезис, лу Плахотнюк, трес и феерушини, дичей еще фаще. Кан Плахотнюк, венец, бурал, азоми, динаш, трила, москва, мае венец, пилакешнок, паренц, ловозу, димаймут его. Канцелезис, лас, лас, мама, салва, дон труза, пую, сансигурк, лар, скуйпа. Поэтому, ребят, движемся только вперед, смотрим, что будет с этими всеми плохишами. И давайте как-то двигаться. Давайте как-то двигаться, потому что у Молдовы дорога в никуда. Да, все люди, и так, к сожалению, большинство граждан, сотни тысяч людей, более миллиона человек сегодня находятся за рубежом. Это хорошие люди, это люди у многих, из которых даже по два высших образования. Это люди, которых система не пустила, не дала им возможность вырасти по карьерной лестнице и делать то, что они на самом деле умеют. Поэтому пока не кончим режим, ребят, придется просто всем оттуда уехать. Либо работать рабами на плантации в Плохотнюках, понимаете. Сейчас ему чуть-чуть еще работы есть, еще не всю страну распилили на металлолом, не уничтожили полностью Молдавскую железную дорогу. Поэтому, скажем так, сейчас он допилит все, что есть, а потом просто превратит в рабов, понимаете. Потому что останутся только пожилые люди, все реально уедут. Я, главное, я говорил не один раз, ребят, я тоже мог не возвращаться в 2014 году, понимаете. Но я говорил о том и говорю, что нужно отдавать долги своим корням. И это я должен с честью сделать до конца. Значит, пойду с вашего разрешения писать, надо писать тексты для роликов. Один написал, ничего так, значит, сейчас пойду, надо написать еще один на русском, что к этим вопросом есть кривым лиматистат. Как опрямую вас был вспомнен, что мы не мадук ламушкой с лифеуме, завтра пойду снимать эти ролики предвыборные. Знаете, что-то я даже первый ролик, когда выступал Дмитрий Алексеевич Чубашенко, как-то оно, знаете, вот шло, но как-то шло не так. Знаете, вот когда пишешь сам, то, ну знаете, это то, что есть, как бы пишешь от, ну, от всего сердца. А вот это, когда нам, дорогие избиратели, там, вместе построим новую Молдову. Только мы там, почему, и так далее, ну, блин, как-то посмотрел на них. Вот сейчас один хочу вам зачитать. Это то, что завтра буду снимать. Можно, что только 30 секунд, там же выходит по 4 раза в день. Вот. Значит, вот первый, поделюсь с вами, эксклюзив. Значит, я вижу, как нашу Родину превращают в пустыню, и мои руки сжимаются в кулаки. Те, кого избрали служить народу, обчистили банки, растоптали законы, вынудили людей скитаться по всему миру. И власти в Молдове пора положить конец. Наше оружие – это указ о распуске парламента. Хочешь увидеть режим в тюрьмах и за стенках, голосуйте за меня и нашего кандидата Дмитрия Чебашенко. Что, прикольно получилось вроде, да? Значит, после выборов, когда будет все нормально, на здании Демпартии напишем из Кримфуналу Плохотнюк. Афара и Трист, Афара и Ярнангяца, Ултиму Ламор, Ивэт Тупленч, Ивэт Теплоу, Кайдеря Фрунзилор Чемор. Остаем с кресла камерам студент. Вот. А концовка у того вообще прикольная. Хочешь видеть режим в тюрьмах и за стенках, голосуйте за меня и Дмитрия Чебашенко. Я считаю, очень здорово получилось, да? Вот. Канва и рам, ценминьте, Павел Падурару, Дентим Платоничнукс, Носкреатый Демуте Просеи, кому ценминьте, нам онтолнит ла Приму Конгресс, и рам студент, а ну дой, ла Кишинэл, Каса Пресеи, и рам, у софундата организации Тинеретулы, Мирсия Ивана Снегур, ори Четемедакану Гришевскую организация Тинеретулы, Петруко Солидарену Мецен Митькум. Дарай, и рам, интересант, шатунься скрям, шинишпуи, значит, а фары и трест, а фары и плов, есть русская версия. Упал листочек с дерева на землю, он падал тихо, мягко, не спеша, как будто задавал себя вопросом, что в будущем там ждет меня? Его там ждали братья, сестры, прогнившие от сырости земли, его там ждало кладбище природы, необыкновенной, но прекрасной красоты. Вот так вот, что-то в романтику ударил, вот вспоминаю, что тут пишут? В ГУЛАГе хренат. Ребята, в этом и вся фишка. Я хочу, чтобы было понятно. Так, я думаю, так как у нас разговор по душам можно закурить, я думаю, что мама в это время уже спит. А я, как-никак народный, я же один из вас. Значит, вопрос, завтра на храм города Кишнева что подарит вон дренатурсат, дарит на кирток? Что? Можем, если атаманник не проспит, завтра выйдет вовремя на работу, можем отправить его в сэкшоп, купить кирток резиновую женщину, что ему можно еще подарить? Значит, Ренат, во сколько лет закончил универ? Я окончил универ в 2000 году, Олега Руссо-Бельц, это первый год. А говорил, что не уедете, мог бы, мог и деньги бы взять у Плохотнюка. Вы знаете, Плохотнюк, да, пошел сегодня по истории, что, ну, не хотел усатым уезжать за деньги, сделают так, что он не может мешать без денег. Но он ошибается. Еще раз вам говорю, ребят, значит, когда вы кое-что увидите, то вы поймете, мне никому не надо будет объяснять, чем я занимался. А сегодня здесь на какое-то время, может, и так решил Плохотнюк и обесточить всю нашу систему, всю нашу, все наши сосуды по стране, значит, это неприкольно. Так, Ренат, встреча в Москве 23-го точно будет. Значит, да, 23-го числа в 12.00, значит, есть афиша на моей странице в Фейсбуке, в Одноклассниках, ВКонтакте. Значит, жду вас всех в концертном зале гостиницы «Космос». Хороший, большой зал, где я отвечу на все вопросы. Возможно, многие из вас, которые придут, что-то отдельное посоветуют, порекомендуют, буду вам признателен. Я вас очень жду. Значит, что ты куришь? Курю Мальбора. Не контрабанная, не филатовская, кстати. Филя, помните, у нас был Филибор? Курю американская Мальбора. Видите, даже акцизная марка американская есть. Единственное, что хорошее, пока оттуда приходит Молдавия, американский сигарет. Возьмите меня к себе в партию. Ребята, на моей странице, на сайте РУ1, есть контактный телефон офиса в Кишиневе. Звоните, вступайте в партию, значит, с удовольствием. Чем больше будет хороших, качественных людей в партию, да, попадают иногда проходимцы. Не без этого. Но их у нас, слава Богу, было очень мало. Наши советники не уходили, не голосовали с плохишами. Большинство выстрелей, репрессий и так далее. Кто-то не выстрел финансово, ну, честно сказал, вот парень с Кагула, как бы сказал о том, что, ну, извините, я там, Марсела, там, зарплата небольшая, я не могу выжить, мне надо там заниматься бизнесом. Человек честно сказал, мы просто не выдержим. Во втором туре будет Додон и Лупу, это факт. Он победит Лупу. Не, ребят, это бред. После того, как Настаса сегодня снялся, значит, для тех, кто подключился недавно, хочу повторить, значит, ситуация меняется в корне. Половина голосов Андрея Настасы, значит, это люди, с которыми мы протестовали, что-то вместе делали, и поэтому я знаю это из территории, наши представители, те, кто меня сейчас видят, это могут подтвердить, то ситуация очень хорошая. Пообещай, когда выиграешь выборы, бросишь курить. Вы знаете, я бросал несколько раз курить, но из-за того дурдома все как-то начинал, и мама меня ругает, и близкие люди, реально врачи уже категорически, я стараюсь меньше курить, врачи категорически против. Я вам обещаю, что сядет плохиш, и плохиш закурит в тюрьме, а я брошу, я думаю, что это будет равноценный бартер. Значит, а если все время в Москве, что делать, как вступить? Значит, ребят, обсудим это на нашей встрече 23 октября. Ренат, ты Федюмарару знаешь, мы сделали один год сегодня. Да, конечно, знаю. Значит, я хочу сказать, что Федор всегда протягивал мне руку помощи, царство ему небесное. Тут меня просто спрашивают, я отвлекусь от политики, от плохишей. Очень близкий мой друг, человек, который протянул мне руку помощи, когда я переехал. Чтобы вы знали, я даже по сегодняшний день прописан в Москве у него дома. Он мне помоглял оформлять оружие, автомобили. То есть, человек, который был настоящим человеком, настоящим другом. сколько было веселым моментов. Моментов даже ездил как-то на охоту в Ярославскую область. Вот в честь моего друга Федора скоропостижно скончался. Молодой такой здоровый мужик и вот просто он фактически высох за полгода и год назад умер. И вот мы ездили, вспомню добрый момент, мы ездили на охоту в Ярославскую область. Значит, постреляли там. Значит, и тут загон. Я, имея одно из ружей у меня такое, ну, позволяющее стрелять на большом расстоянии, там хорошая оптика, то есть, можно стрелять на 500-700 метров. Значит, свободно причем не напрягать. Значит, я стал на возвышенность, на холм. А у Федора была двухстволка, Иж, 57-й. Значит, и он стоял на остановке, то есть, вот перекресток, примерно, как едешь в аэропорте, знаете, вот он стоял, и вот поле. Вижу, там штук 5 лосей бегут, значит, идут не на меня, идут в сторону остановки, в сторону Феди. Значит, рядом со мной мой друг, владелец этого охотно-хозяйства сидел. Говорю, слушай, смотри, все пошли на Федю, говорит, вот у нас место вроде самое хорошее, все идут на Федора. Я там смотрю в бинокль, Федор сидит на этой остановке и жует листик. То есть, он не видел, что 5 лосей бегут на него. ну, вы понимаете, я как охотник начал там завидовать, ну, как так, вот все пошли на Федю, а Федя сидит с вертикалкой, двухстволкой. Значит, тут перелетает один лось в дорогу, второй, третий, значит, Федя вздрагивает, выскакивает, как сейчас помню. И вот лось, представляете, перескакивает через шоссе, Федя берет ружье, там, вал выстрел, дуплетом. То есть, дуплет это одновременно, то есть, спустил оба курка, значит, лось через голову, в кювет, значит, рядом товарищ, хозяин охотхозяйства, говорит, слушай, говорит, а как, как это ты, Федя твой стрелять не умеет? Он говорит, смотри, что он вытвернул? Говорю, да я сам в шоке. Тут мы наблюдаем картину, чтобы вы понимали, было сантиметров, там, 40-50 снега, зима была. Тут Федя бежит к лосью, лось встает, и бежит, лось бежит в сторону леса, до леса, ну, метров 200, да, бежит лось, рядом с ним бежит Федя, параллельно с лосью, те, кто видели лосей вживую, понимают, что это просто фантастика, Федя бежит, и вот-вот смотрю, Федя лося обгонит, и самое интересное, что вот лось бежит, Федя бежит, и Федя на ходу двухдолку перезаряжает, короче, Федя делает где-то порядка 8 выстрелов, так они с лосем ушли в лес, не было час, значит, Федя, ну, лося само собой, пустили за ними собак, и собак нету, уже охотники сидят, дуют в эти ружья, зовут собак, короче, сначала вернулись собаки, еще минут через 40 выходит Федя с леса, раздетый до пояса, он здоровый, моего роста, обвязанный с фитером, пар идет такой с него, я говорю, си, моя Федя, а он такой, Георгич, ушел собака, я говорю, как ушел Федя, 8 выстрелов, я говорю, ты понимаешь, ты лося чуть не обогнал, я говорю, ты в рукопашную могу взять, в общем, где-то через какое-то время, значит, Федя, Федя умер, к сожалению, значит, еще раз, царство ему небесное, очень хороший человек, значит, я возвращаюсь в это охотхозяйство, а там охотхозяйство, 60 тысяч гектар, и одно из, ну, загоны, каждого загона свое название, Газпромовский, 13, смотрю, загон молдавский на карте, спрашивают, говорит, я говорю, а что молдавский? Говорит, а мы в честь вашего друга Федора, который чуть не обогнал лося, мы этот загон, и это место, где-то произошло, назвали молдавским, вот такая история, вот, значит, тут пишут многие, вижу приветы, из Европы, Калифорнии, Молдовы, значит, все пишут на позитиве, победим, конечно, победим, ребят, а без позитива куда мы, понимаете, без позитива никуда, Заря будет чемпионом, как вы думаете, значит, Заря очень хорошо выступает в этом сезоне, значит, мы идем в лидерах, у нас есть один запасной матч, у нас один проигрыш, у нас один проигрыш, а? Один, да? В шору попали недавно случайно, у нас один, один, у нас запасной матч, да, у нас запасной матч, я помню, по потере мы на первом месте, по потере мы на первом месте, по потере, по проигрышу мы на первом месте сегодня, в хорошем смысле имеется в виду, у нас сколько побед? Короче, у нас одна ничья, одна ничья, один проигрыш, и все победы, поэтому хорошо идем, вот, если плохиша закроют, сколько ему дадут, этому чудовому борьбосу, это вопрос, значит, значит, пожизненно будет сидеть плохиша, а мы в этом будем все это конфисковывать, и, Ренат, мы за тебя, почему Чубашенко нигде не фигурирует в голосовании при выборах, Чубашенко ездит по стране, ребят, с нашей командой, о чем вы говорите, так, так, шор поедет пилить котелец, значит, будет плохишу, так как плохотник постарше, шор ему будет уточку носить на старости лет, что он может еще делать, значит, ребят, значит, время позднее, значит, делайте, пожалуйста, репост, я вас очень прошу, потому что, только благодаря вами могу довести информацию до максимального количества граждан Молдовы, значит, спасибо вам еще раз за то, что вы есть, пока я вижу вашу поддержку, пока я вижу, что в опросах, не в плохишевских, а в реальных опросах, по доверию я всегда являюсь либо номер один, либо нахожусь в лидерах, пока есть вот это ваше любовь, ваше доверие, я буду идти вперед, идти до конца, и поэтому, набираемся сил, идем вперед, и ни в коем случае не даем назад, еще раз, всем вам огромное спасибо, я вас очень люблю, в Адуресск, в Осиаре Боннен Континуаре, в Аспонну Аптибонна, в Амурцеменске, в Персоне, в Ведем Майдес, 23-го, те, кто в Москве, жду на самую большую встречу, сотни тысяч людей, я понимаю, будут смотреть онлайн, но, по крайней мере, те, кто есть, приходите, пишите, люблю, спасибо, ребят, давайте, пока, до связи.